История Верхмарушки началась почти 200 лет назад. Основали поселения крестьяне-переселенцы. В 2007-м при местном клубе открылся мини-крывеческий музей и сегодня в нем около 300 экспонатов. Вот это называется рубель. Вот таким макаром делали, гладили одежду и она могла в каком состоянии быть потом проглаженной. Хорошо. Рубель. Это самый древний утюг. 25 лет Людмила Степановна возглавляла сельский дом культуры. Сегодня поют в вокальной группе «Лада», которую когда-то сама и организовала. Клуб для почти всех 500 верхмарушенцев – место особенное. Здесь коротают вечера и молодежь, и пенсионеры. Работают пять творческих секций и тренажерный зал. Здесь же отмечают всем селом праздники. 60-80 человек всегда бывает. Посещаемость хорошая, потому что мы же не избалованы, так скажем, профессиональные артисты. Махни рукой и забудь все. Нету. Так что мы тут и драматический театр, и мюзикл, и эстрада. Творческую идею села чуть не нарушила крыша. Вода заливала потолки, просели деревянные балки перекрытий. Здание, построенное в 1961 году, начало стремительно разрушаться. Вот где столб стоит, можно увидеть, там очень сильно провис потолок. И поэтому как бы решили, что пора надо что-то делать, иначе, не дай бог, упадет на зрителей, и все, беда. Для нас клуб – это единственное место, где мы можем сами выразить себя, свои таланты, что люди умеют делать. Создали инициативную группу, оформили грант по программе местной инициативы. Из краевого бюджета получили 700 тысяч, еще 15 добавил Бочкаревский сельсовет. К казну ремонта на 70 тысяч пополнили сборы сельчан. Внес свою лепту в общее дело и депутат Краевого законодательного собрания Вадим Смагин. В итоге на здании новая крыша и косметика внутри. После ремонта крыша намного стало лучше, анимация, то есть освещение стало, не стали ни закрывать, ничего. То есть все хорошо стало, и потеков нет на стенах. Осталось заменить только противопожарную сигнализацию. Такая необходимая, но для сельчан уже неподъемная. Обратились к депутату Государственной Думы Александру Сергеевичу Прокопьеву. Он сразу встретился с инициативной группой, правда с учетом пандемии в онлайн режиме. Рад вас видеть в добром здравии целинный, самый хлебосольный район Алтайского края. Помощники объяснили по Дому культуры, то, что на данный момент было запланировано, что делается. Они сказали, что сейчас по Санкинам совсем другая реконструкция должна быть пожарной системой, поэтому только новая система. Я могу сказать, что вас не поддержать невозможно, поэтому мы, безусловно, присоединимся к вам. Вы большую работу проделываете, когда объединяете людей. Мы поможем, я так понимаю, там же монтаж еще необходимый или монтажная составляющая, она есть у вас, то есть кто это сделает сама фирма, правильно? Да, да. Демонтаж и потом монтаж оборудования, они уже все как бы составили, все это у них есть. Вы вообще большие молодцы, кстати, что занимаете такую активную позицию, объединяете людей. Мы не только, по сути, проект какую-то задачу решаем, но еще, наверное, новый опыт приобретаем вместе с этой работой. И знакомимся, в том числе, друг с другом. Ну, это, наверное, та самая лучшая модель, на которой нужно работать. Я надеюсь, что рано или поздно пандемия закончится у нас, мы все будем живы-здоровы и, собственно, у вас увидимся уже в новом доме культуры, отремонтированном. Кроме решения конкретной задачи, Александр Прокопьев поинтересовался планами инициативной группы на следующий год. В этом году мы точно так же провели опрос нашего населения для дальнейшего участия в конкурсной программе поддержки местных инициатив на 2021 год. И опять вышли с предложением объект культуры СДК. Это обшивка фасада и ограждение. Ну, а пока составляются сметы и определяется фронт ремонтных работ, творческие коллективы продолжают репетировать и ждут окончания пандемии, чтобы выступить уже перед своими зрителями и гостями. Марина Волкова, Иван Зяблецкий. День с толком.